Нет другой возможности. Все страны должны выйти из этой организации ВОЗ. Этот клуб должен быть вытеснен из всех стран. Это суперопасный клуб. Все войны, показанные на заднем плане, стали возможны только потому, что наши платные СМИ распространяли военную ложь. Даже активно происходящие войны сегодня — это оружие отвлечения от реальной мировой войны, которое ведется скрытно. Теперь они уже внедряются, новые законы. Что касается СМИ, законы уже написаны. Да, может быть, ты говоришь, а что здесь нового? Они уже всегда были. Нет, их раньше так не было. Они также присутствовали, как законы по ковиду. Они всегда говорили, что ты должен это делать. И теперь, после всего, что произошло, когда нас заставили во все эти законы, теперь сделаны законы. Теперь сделано все на принудительной основе. Здесь то же самое. Мы жили в вере, что надо платить. Нам говорили, нас обманывали, говорили нам всяческие вещи. Но в последние годы мы основывались на законах, которые говорили нам, что мы должны платить. А есть законы, в принципе, в которых можно прочитать, что нам этого делать не надо. И теперь эти законы действительно внедрились. Это сейчас, в последнее время. То же самое и с ВОЗ. То, что нам раньше говорили. Теперь это стало реальностью. Это теперь не какие-то воздушные шарики. Это теперь не тесты. Это реальность. Эти новые законы сейчас входят в силу. И если они войдут в силу, все смогут прятаться за этими законами, вплоть до полиции. Но новые законы в СМИ уже внедрены здесь, в Швейцарии. Теперь уже опираться на законы невозможно. И теперь в этой речи я назову тебе 40 причин, почему я полностью холоден к этому всему и в отношении этих новых законов. Если эти законы будут внедрены вплоть до взыскания долгов, и как и у меня, и у моих близких 40 лет, у нас нет телевизора и телевизионной антенны. И знаете что? Я и мой дом спокойно относимся ко всем этим угрозам. Полностью спокойно. И я объясню вам, почему это так. Почему мы сопротивляемся еще и нынешнему 12-му требованию нашей компании Серафея. И что я хочу сказать? Это я хочу сказать для себя. Я не призываю вас всех к этому. Я не говорю, делайте так же, как я. Вы знаете об антических законах. Это все должен знать каждый изнутри. И я хочу сказать и сегодня объяснить, почему я ни в коем случае не буду платить эти принудительные платежи. да, и этой речью я дам вам юридическую основу, оставлю вам, и я готов идти до высшей инстанции. Да, и все это касается не только Швейцарии, это касается и всего немецкоговорящего региона, и, естественно, и всего остального мира. Но вы свободно можете применить это и для вашей страны, и для вашей конституции. И для экономии времени я сосредоточусь на преступлениях, совершенных здесь у нас СРФ, это швейцарское радио и телевидение. Однако в нижней части информационного блока вы найдете гораздо более обширные списки наиболее серьезных правонарушений, совершенных вашими СМИ, которые функционируют на принудительных сборах. Так что оставайтесь с нами, ведь все упомянутые здесь зверства и массовые убийства скрываются не только в швейцарскими СМИ, но и бесчисленными другими принудительно оплачиваемыми СМИ по всему миру. И таким образом мы соучаствуем в преступлении, поддерживая их. Ссылаясь на следующие уголовные статьи Уголовный кодекс Швейцарии, мы отклоняем любые требования СРФ о выплатах, то есть лицензионных сборах на пользование радио и телевидение до тех пор, пока действительно независимый суд не рассмотрит все эти перечисленные доводы с участием общественности. Наши законы, Конституция, а также наша совесть запрещают нам финансово или каким-либо иным образом участвовать в организациях, деятельность которых признана преступной и наносящей огромный вред общественному благу согласно выводу высокопоставленных и независимых экспертов. В результате мы подвергаемся риску однажды быть обвиненными и осужденными судебными органами за соучастие или неисполнение обязанностей. Это до сих пор происходит с послушными бюрократами Второй мировой войны. Даже если более 70 лет назад они лишь по незнанию точили карандаши своих нацистских лидеров. Поэтому мы обязаны выдвигать обвинения при одном лишь подозрении на любые злодеяния, для которых не существует срока давности. Однако в данном случае речь идет не только о первых подозрениях. Речь идет об убедительных свидетельствах чрезвычайно важных и высокопоставленных экспертов, чьи голоса постоянно подавляются, подвергаются цензуре и очерняются с особой бесчеловечностью со стороны СМИ, которые взимают обязательный налог. Прежде всего, здесь лишь краткий обзор уголовных преступлений, совершенных платными качественными СМИ. По мнению известных экспертов, названных выше, они виновны, по крайней мере, в следующих серьезных уголовных преступлениях. Вы можете найти уголовные статьи в конце передачи, а также все остальное, сказанное в напечатанном виде под текстом программы. Что же теперь здесь можно назвать? Участие в криминальных организациях, ложное свидетельство, ложное заключение эксперта, запугивание населения, подстрекательство, пособничество, угроза жизни и здоровью, умышленное оставление без помощи, ложная тревога, непредоставление экстренной помощи, нанесение телесных повреждений и понебрежности, халатное убийство, легкие телесные повреждения, тяжелые увечья, оскорбление достоинства, продвижение преступных публикаций. Другой закон говорит, «Кто участвует в нападении одного или нескольких человек, которые приводят к смерти или физическим травмам, атакованного с или третьей стороны, подлежит наказанию в виде лишения свободы на срок не более пяти лет или денежному штрафу». Как я уже сказал, это лишь заголовки небольшой подборки преступлений, совершаемых нашими принудительно финансируемыми СМИ. Прежде чем мы начнем понимать и классифицировать конкретное содержание этих преступлений, я должен сделать фундаментальное заявление. Мы пришли к этому выводу только после десятилетий интенсивных исследований, после того, как смогли увидеть зловещую роль СМИ во всей мировой драме со всеми ее катастрофами и падениями. Только тогда. И не только мы, но и тысячи независимых исследователей всех сфер со всего мира пришли к такому выводу, когда смогли взглянуть на всю трагедию со своей точки зрения. Речь идет о том, что уже некоторое время мы находимся... Теперь следите за мыслью. мы находимся в самом разгаре Третьей мировой войны. Это вы хорошо поняли? И эту Третью мировую войну снова ведут те же круги, круги тайного общества, посвященные Люциферу, которые планировали и ввели первые две мировые войны. И нет, я не сумасшедший. Ни я, ни все эксперты, которые только что были названы и еще будут названы. Я знаю что-то, что это свидетельство должно быть прежде всего опровергнуто со всех сторон. Да, это абсолютно ясно. Ведь ни выстрелов, ни мин, ни бомбардировочных эскадрильей не видно. Но знаете, как легко мы путаем нахождение вдали от боевой техники от нахождения вдали от войны. Но все остальные, такие как украинцы и русские, палестинцы, израильтяне и так далее, у которых на голову уже посыпались осколки, могут воспринимать войну только в своей стране. Они также не понимают, что молчание оружия в наших странах еще не означает, что здесь не идет разрушительная война. Поэтому они бегут во все страны, где, очевидно, не идет война. И я скажу вам, что это самая большая ошибка всех времен и народов. Потому что самый современный тип войны глобальный. Он совершенно иной и гораздо более сложный, чем мы когда-либо могли себе представить. мы говорим о гибридной, то есть о скрытой войне. И нет, этот термин придумал не его засек или кто-нибудь свободный просветитель. Он исходит из уст полковника немецкого генерального штаба от Уве Хартман. В связи с этой новой глобальной угрозой в 2005 году, в 2015 году он написал книгу под названием «Гибридная война. Новая угроза свободе миру». В ней он описывает гибридную войну как войну нетрадиционными средствами, то есть не физической силой, а войну, которая ведется путем пропаганды, путем саботажа и дестабилизации. На Мюнченской конференции по безопасности в 2019 году Ангелла Меркель взяла на вооружение этот новый боевой термин и обвинила все климатические движения в гибридной войне. Это была, пожалуй, самая верная фраза, которую Меркель когда-либо произнесла. Потому что со всех сторон и во всех сферах жизни везде в обществе действительно свирепствует всеобщая тайная война. Она направлена на экономические, научные, социологические структуры нашего общества. Хуже, чем любая предыдущая обычная война, тайная третья мировая война разрушает все и, в первую очередь, нашу идентичность. это я всегда хочу выделить. Это информационная война, во первую очередь. Да, думайте о первых двух частях нашей речи. Он разрушает наши ценности, он разрушает наши народы, наше государство, наши семьи, все наши ценности. мы так деградировали под воздействием этой войны, что многие уже не знают, женщины они или мужчины. Думайте о идеологии джендер. Но даже когда нашим детям по всему миру вдалбливают, что мы состоим из да, самого мало, что мы состоим из 87 разных полов, мы все еще не понимаем, что здесь происходит. возможно, мы осознаем эту гибридную войну только тогда, когда она лишит нас последнего здоровья, когда будут да, думайте о пландемии ковида, когда будут уничтожены наши лучшие исследования, может быть тогда, если будут отняты последние запасы энергии, пищи и воды, все это под атакой, нет ничего, что не было бы под атакой, агрессор нацелен на наше потомство, на нашу рождаемость, нашу экономику, на весь средний класс в государстве, нацелен на автомобильную, авиационную промышленность, на свободное сельскохозяйство, нашу армию, чтобы власть была в одной руке, так же и на свободу слова, нацелено на наши границы, на надежность всего нашего государства, а где юстиция, где юстиция, уже раскрыты более 20 тысяч этих преступлений, вы видите, вы видите, что эти бомбы везде уже попадали, да, они более действенны, чем все фосфорные бомбы, которые мы можем себе представить, все эти структуры, после классических войн, вскоре были восстановлены, но гибридная война гораздо более разрушительна, почему? Потому что она не воспринимается как война. Она подрывает и атакует все фундаментальные интеллектуальные и духовные структуры. И эта скрытая форма войны сегодня пронизывает почти каждое государство в мире. Каждый важный элемент общества находится под ударом. Даже экономический и державно-политический подъем Китая, и это тоже типичное проявление гибридной войны, поскольку агрессоры рассматривают все страны мира как сферу своей власти. Они знают, как заставить всех нас воевать и воевать друг с другом и так долго, чтобы мы ослабили и измотали друг друга. Так что в результате этого хаоса мы станем легко управляемыми. Это пункт, это стратегия. Пока мы станем управляемыми. И я говорю, дорогие мои, нам срочно нужно научиться понимать, что времена изменились. Нынешние аналоговые войны, то есть физические войны с танками, вертолетами, крылатыми ракетами и тому подобным теперь служат лишь оружием отвлечения от реальной, от реальной мировой войны. это оружие отвлечения от реальной происходящей мировой войны. Подумайте об этом, даже активно происходящие войны сегодня, это оружие отвлечения от реальной мировой войны, которое ведется скрытно. это как генная терапия. После пандемии короны никто не думал, что будут такие изменения. Они не могли ничего больше сделать, они остановили пандемию и перевернули все в сторону войны. И я моей команде сказал, сделайте эту передачу, сделайте эту передачу до того, как выйдет война. И уже было почти поздно. По-моему, передача вышла три дня после войны. Они меня обогнали. Но если ты понимаешь гибридную войну, что это отвлечение от реальной мировой войны, если ты это понимаешь, ты уже продвинулся дальше. И знаете, первые две мировые войны, так называемые, на самом деле вовсе не были мировыми войнами. Почему? Потому что бесчисленные страны и регионы, такие как, может быть, жители маршалов островов. Они даже не слышали об этих войнах. Там людям исполнялось 180 лет в среднем. Это были войны, которые были ограничены регионально. Это тоже тактический шаг. человек. Но сегодняшняя, нынешняя гибридная война, наоборот, охватывает самых отдаленных людей планеты. Как говорил дядя Билл, только когда каждый человек под этим небом будет привит, мы будем в безопасности. Вы знаете Билла, Гейтс, это скрытый агрессор. Он рассчитывает быть обнаруженным нами должным образом. И должным образом только тогда, когда будет слишком поздно. Потому что тогда любое сопротивление может быть уже уничтожено одним нажатием кнопки с помощью цифровой безналичной технологии тотального наблюдения. Ты не будешь ни покупать, ни продавать, ты не будешь двигаться, ты не будешь летать через простое нажатие кнопки, если мы это здесь не остановим. Если мы здесь не проломимся, они проломятся, тогда сатана действительно будет правителем мира. Нет второй возможности. Но это решающая стратегия. Я надеюсь, что он ошибся в этой стратегии в решающий момент. И в своей речи я не буду повторять, почему и зачем происходит эта скрытая война против человечества. Я не буду повторять, кто именно является сокрытым агрессором. Я не повторяю всего этого, потому что мы уже продемонстрировали это в тысячах программ Наклад ТВ. и мы прикрепили каждой программе бесчисленное количество надежных источников и доказали со всех сторон, что эта гибридная война действительно свирепствует здесь, на всех уровнях. Да, может быть, мы еще не все просмотрели, но это действительно на всех уровнях. И теперь каждая тема подвергается систематическим нападкам. Систематические нападки, умоления, цензура со стороны принудительно оплачиваемых СМИ. Они продолжали менять тактику до тех пор, пока все доказательства не были дискредитированы и отвергнуты как фальсифицированные исследования или теории заговора. А кто здесь борется против нас? Это наши качественные СМИ? Десятки тысяч доказательств и последовательно предотвращают любые требования открытого обсуждения. Открытое обсуждение было бы первым обязательством с их стороны. СМИ стали высшей инстанцией государства. То, что есть, действительно задача СМИ, они кроют всех этих преступников. Другими словами, десятилетиями мы с вершины дьявольского айсберга все сделано в документальном формате. Все можно доказать до конца, что наши СМИ с принудительным сбором являются не только ближайшими сотрудниками или союзниками этих тайных поджигателей войны, нет, они даже являются их главным оружием в войне против человечества. Это надо понять, это тебе надо наконец понять. Уже несколько десятилетий они клеймят позором всех независимых свободных просветителей, дискредитируя этих самоотверженных людей как опасных конспирологов, например, как теоретиков заговора, антисемитов, врагов демократии, врагов государства, как разрушителей окружающей среды, ковидиотов и тому подобное. Однако все наши конституции запрещают любые связи с террористами и враждебны воюющими сторонами. Мы ни в коем случае не должны прислуживать им. Наши конституции даже призывают нас к гражданскому неповиновению, когда коррумпированные политики, подлые финансисты, поджигатели войны или кто бы то ни был еще хотят наложить на нас заклятие. Именно этим я и занимаюсь сейчас вместе со всеми своими домочадцами. Я это мой путь, никто меня здесь не манипулирует, то, что я делаю, это мой путь. И вот мои 40 конкретных причин, 40 доводов, почему я тоже сопротивляюсь 12-му требованию об уплате обязательного сбора на СМИ. Начну сразу с выступлением Ангела Меркель на Мюнченской конференции по безопасности, где она открыто осудила все климатические движения как инструмент гибридной войны. С этим утверждением мы непременно согласны. Да, Ангеля, ты права. Однако мы не можем согласиться с мнением самой Мюнченской конференции по безопасности. Это связано с тем, что главными спонсорами этой конференции являются оборонные компании, как Airbus, Rheinmetall, европейская МВДА. На конференции также не должна отсутствовать Lockheed Martin, крупнейшая в мире оружейная компания. на Мюнченской конференции по безопасности кстати доминируют крупнейшие в мире торговцы оружием. Но их заработок основан исключительно на активном использовании и потреблении ужасающего оружия уничтожения. нам это нужно срочно понять, что ведущие военные державы мира планируют там свои интервенционные войны, которые унесут миллионы жизней. А наши проплаченные средства массовой информации всегда прикрывают их. Наши проплаченные средства прикрывают их, обманывая, что их целью является установление мира и безопасности. Этим поджигателям войны я не дам больше ни сента. Второй довод. Да, я думаю, что аплодисменты можно сэкономить на самый конец, чтобы сэкономить время. Теперь будет 40 доводов. подкрепленных фактами, которые будут выложены перед судом в виде иска. Вопреки здравому смыслу, СРФ также пропагандирует тезис МГИК. Это межправительственная группа экспертов по изменению климата. Они уверены, что изменение климата является или причиной являются наши маленькие дети, пукающие коровы. И мы, простые граждане, но несмотря на то, что многие известные ученые доказали, что температурные колебания на протяжении веков уже происходят и являются естественными, но еще хуже то, что в это время наши проплаченные СМИ распространяют подобную ложь. Они никогда не связывают это с изменением климата и озоновыми дыры с почти 2000 выявленными испытаниями ядерных бомб, которые проводили в стратосфере и под водой. Твой маленький ребенок, который наделал в пеленке, он виноват. он виноват в изменении стратосферы. Да, вы знаете, что такое ядерная бомба по сравнению с пеленками. Вы подумайте, насколько мы, ребенок, должен быть виноват. Вы видите, вот в этом сокрыта их стратегия войны. Они умалчивают о бесчисленных раскрытых патентах на метеорологическое оружие и технологии, несмотря на то, что эти технологии доказательно способны вызвать не только любую погоду и штормы, они способны проявить мощные землетрясения, цунами, волны, жары и холода. Они также скрывают бесчисленные геоинженерные операции, в ходе которых в небо регулярно запускают десятки миллионов тонн высокотоксичных наночастиц. Вместо этого СМИ ежедневно пугают человечество грядущими климатическими сценариями, своих обманутых плательщиков лицензионных сборов. В последние дни мы здесь видели пыль Сахары, но кто говорит, что это пыль Сахары? Это частицы, неизвестно откуда, неизвестно что. Вы переживали это? Вы видели это? Да, через час все было желтым, как будто молотые яйца. сотни тысяч тонн СМИ молчат. И вместо того, чтобы объяснить, в чем здесь дело, они обманывают плательщиков лицензионных сборов и делают их еще виновными во всем этом. Но это еще не все. На протяжении десятилетий они дискриминируют всех, всех свободных просветителей, которые раскрывают подобные геоинженерные опыты. С другой стороны, нелегальные климатические активисты, которые спускают шины в черных одеяниях и которых разыскивает полиция. В интервью с СРФ умышленно это все замалчивается. Их даже сопровождают вместо их разоблачения. Это криминальные элементы, которых разыскивает в принципе полиция. Все это криминальные структуры и больше ничего. И все эти гибридные поджигатели войны, и их дружки из СМИ должны предстать пред судом. Вот почему они не увидят от меня ни сента. Третий довод. Наши проплаченные СМИ также скрывают тот факт, что наши самолеты на протяжении многих лет ежедневно выбрасывают в атмосферу тонны тонны высокотоксичного топлива НАТО с такими опасными добавками, как вы видите сзади на экране. Это действительно чрезвычайно вредные вещества для здоровья. Я не поддерживаю никаких пособников пресловутых патогенов. Четвертый довод. Как и все основные средства массовой информации и Серафе Медиа прикрывают такие преступные организации, как ООН с их зверствами и выпьющей коррупцией. Все они с 1946 года знают о восьмилетних испытаниях ядерной бомбы, уничтоживших большую часть основных групп прекрасных маршалов островов. До этого средний возраст людей я уже говорил об этом составлял 180 лет. Этого нам никто никогда не говорил. После ядерных испытаний на маршаловых островах были убиты все популяции Тунца. Люди выживали чуть не меньше 45 лет. Но проплаченные СМИ не только скрывают все это от нас, но и покрывают эти злодеяния ООН. Это гибридная война, дорогие. Вопреки здравому смыслу, они также замалчивают массовое изнасилование женщин и детей сотрудниками ООН. Уже в 2017 году стало известно, что только на Гаити они изнасиловали около 60 тысяч детей. Однако еще более трагичным являются молчания СМИ, принуждаемых на скоплате в отношении показаний бывшего сотрудника ООН и разоблачителя Калина Джорджеску. Он раскрыл всемирную сеть торговли детьми, сеть насилования детей и даже ритуальное жертвоприношение детей в рамках ООН. да, кто замалчивает целые геноциды или бросает на произвол судьбы детей и женщин. Это я финансировать не буду. это делает и СРФ и скрывает и тривиализирует глобальные сети педофилов. Но ритуальный акт насилия и жертвоприношения детей являются во всем мире порядком дня. В документальном фильме Кровавая секта 2 на нашем канале Петра, пережившая жестокие сатанинские ритуалы, называет имя высокопоставленного преступника из культа. Она называет его по имени Фридс Шнайдер. Член Кантонального Правительства Соло Турна и директор Департамента Образования, который впоследствии стал президентом СРФ. После этого. По словам Петра, СРФ является рупором для этих сатанинских кругов, чтобы напрямую влиять на людей. В серии передач «Сатанинская паника» жертвы и пострадавшие от самых жестоких преступлений, обратившиеся за помощью, были выставлены в сомнительном, даже смешном свете. Затем выяснилось, что ответственный за это сотрудник Робин Рейман имеет даже тесные связи с сектой сатанизма и даже сам признает свою причастность к этой секте своими выступлениями, костюмами и жестами. Эта секта практикует и прославляет жестокое обращение с детьми, насилие и каннибализм. Вы понимаете? Усилия СРФ по тривиализации и отрицанию таких сект вызывают вопросы и указывают на очевидную связь между функциями руководства СРФ и этой секты. Как я могу продолжать делать обязательные платежи людям, подверженным таким грубым обвинениям? И это пока без всякого прояснения. Шестой довод. Тогда Робин Рейман даже успешно предотвратил показания жертвы ритуального насилия на одном из северогерманских телеканалов. Как это возможно? По словам нескольких свидетелей, журналист СРФ Робин Рейман оказал такое давление навещателя, что редакция телеканала удалила из программы интервью, которое уже было публично анонсировано. Как это возможно? В результате вместо весомых показаний свидетеля ЦТФ показал программу Яна Бюмермана, в которой он однозначно отверг любые ритуальные злоупотребления как нелепую теорию заговора и следовательно ложь. И это в прайм-тайм. Седьмой довод. СРФ сам сразу же посвятил целый документальный фильм жертвы насилия, когда после психиатрической госпитализации она вдруг заявила, что ее травматолог просто уговорил ее на все эти переживания после терапии. Да, вы знаете, мы десятилетиями делали работу терапии. Мы прекрасно знаем, что там работают за люди. СРФ даже не стал искать другие жертвы, которые свидетельствовали об этих ужасных вещах, а просто высмеял их в своем документальном фильме «Сатанинская паника-1». Восьмой довод. после бури негодования и массивной критики зрителей в адрес СРФ и журналиста Робина Реймана, вызванной тем, что ни одной из жертв не было предоставлено право голоса, в очередном репортаже, который был озвучен пресс-секретарем СРФ, были сфотографированы анонимные жертвы, но только тех, кто сказал, что психотерапевт уговорил их на все это. Ни их лица, ни настоящие голоса не были узнаваемы. Ни одна из реальных жертв сатанинско-ритуального насилия, которых можно было бы проверить, не получила голоса на СРФ. Я не финансирую такую платную журналистику. Но все становится еще хуже. Это девятый пункт на данный момент является самым важным и самым срочным в этой речи. как и все основные СМИ мира, СРФ также восхваляет шефа ВОЗ Тедроса и словами цитата «Тот, кто многого добился». Террористическое прошлое Тедроса полностью скрыто. До того, как Тедрос Атханом Гебриезус выдвинул свою кандидатуру на пост генерального директора ВОЗ в 2017 году, он был министром здравоохранения, а затем министром иностранных дел своей страны. СРФ восхваляет его и, повторяя, за это время он многого добился. Всеми ведущими СМИ это повторяется все снова и снова. А чего он добился? По данным британского новостного портала The Expose, Тедрос не только скрывал эпидемии холеры, но и был ответственным министром здравоохранения, был частично ответственен за геноцидную блокаду продовольствия и медикаментов для сомалийского населения в Огадене в течение многих лет. Он участвовал в изгнании Красного Креста и организации врачей без границ из Огадена во время серии вспышек холеры, что привело к гибели бесчисленного количества людей во время серии исторических голодов и эпидемий. Это этот человек и это преступная карьера Тедроса, прославляемая принудительно оплачиваемым СМИ. Согласно докладу британского новостного портала The Expose, TPLF, правивший с 1991 по 2018 год, был одним из самых коррумпированных, жестоких и геноцидных режимов, установившихся на планете за последние 30 лет. Конец цитаты. Тедрос был одним из ведущих членов этого режима. Он был соучастником террористической организации. Focus Online сообщает, что американский экономист Дэвид Стайнман, который в 2019 году был номинирован на Нобелевскую премию мира, в конце 2020 года подал иск против Тедроса в Международный уголовный суд в Гаге. Он обвинил его в геноциде в Эфиопии, поскольку Тедрос был одним из трех ключевых лиц, принимавших решения об этих этнических чистках. Да, этот термин вам, думаю, знаком. Таким образом, Тедрос несет ответственность за бесчисленные тюремные заключения, пытки и убийства представителей племен. Амхара Консо Оромо и Сомали. И пока 194 страны члена ВОЗ в конце мая 2024 года голосуют по вопросу о том, будет ли Тедросу предоставлены полномочия объявлять обязательное чрезвычайное положение новой пандемии по всему миру, эти подвергшиеся жестокому обращению этнические группы взывают о справедливом наказании для этого массово убийцы, совершившие бесчисленные массовые убийства во время своего правления в Эфиопии вместе с партией ТПЛФ. Таким образом, наши СМИ, контролируемые Ротшильдами, находятся в союзе с террористом, которого они избрали возвести в ранг мирового диктатора здравоохранения. Он интегральная часть расправлялся с каждым, кто осмеливался подвергать сомнению его деспотическую тактику, чьи министерства здравоохранения проводили кампании массовой стерилизации для контроля численности населения против всех видов этнических групп, используя вакцины, которые делали женщины бесплодными. Это все доказано. Это тот, кто хочет предотвратить коронацию этого Тедроса в качестве мирового правителя в конце мая 2024 года. И кто хочет предотвратить это, должен до 20 мая прийти на избирательные участки и призвать своих депутатов Европарламента или других парламентариев проголосовать решительным «нет» на основании этих фактов, а также потребовать наказания, которого Тедрос заслуживает. Все принудительные финансируемые СМИ, связанные с Тедросом, также должны быть дисквалифицированы. Именно поэтому я отказываю делать какие-либо выплаты, независимо от того, будут приняты новые законы или нет. Я отказываюсь быть вассалом террористов. И эти пункты, которые я сейчас с вами обговариваю, могут быть уже со стола и знаете что? Но теперь мы только начинаем эту работу, мы находимся в состоянии гибридной войны и потому я хочу, чтобы все это вышло в суд. они уже сейчас изменили некоторые пункты договора, но мы не должны радоваться. Свободная наша сцена просвещения не может здесь остановиться. И если мы победим, это потому что вы день и ночь работали. День и ночь работали, чтобы все эти свинства были раскрыты. Тогда мы скажем «Йогу», но мы не остановимся. Мы сметем этого гибриезуса со стола. Этот тяжелый преступник вместе со всей организацией ВОЗ должны быть сметены. Нет другой возможности. Все страны должны выйти из этой организации ВОЗ. Этот клуб должен быть вытеснен из всех стран. Это супер опасный клуб. И я отказываюсь быть вассалом террористов. Десятый довод. Съемочная группа КЛАТВ уже в ранней стадии разослала документальные материалы о мировом мошенничестве ковид. Мы выслали эти материалы на 1300 адресов СМИ, которые показаны на заднем плане и перечислены ниже в тексте. Все наши передачи сохранены и все немецкоговорящие регионы имеют эти материалы и мы разослали их на 1300 адресов СМИ. Мы обратились ко всем представителям СМИ немецкоязычных стран с призывом бескомпромиссно и правдиво рассказать всему миру о преступных связях Билла Гейтса и ВОЗ и ведущим производителем вакцин. Но внимания, как всегда, не было. Внимания не было. Наоборот. Да, наоборот. Если бы я выдрал волосик у кого-то из моих детей, весь мир бы это знал. 700 атак против меня были просто вымышлены, с которыми я никогда не имел ничего общего. Это они раздули на все СМИ, все газеты были наполнены этим, на телеканалах было все показано. Но здесь внимания никакого. Наоборот, они дискредитировали всех ключевых свидетелей, и потому я больше не плачу им. это не работа СМИ, это 180 градусов наоборот. И если теперь везде говорят, это же закон, ты должен платить. Закон туда или сюда, наша свобода останется свободой. Мы не платим криминальной структуре. я этого делать больше не буду. Одиннадцатый довод. В этом менталитете ни СРГ, ни одной из ведущих СМИ, связанных с ней, не соответствует требованиям общественной службы, которая является основной для узаконивания лицензионных сборов на радио и телевидение. Помимо упомянутых в начале статей и нарушений нашими ведущими СМИ, всевозможных уголовных статей, их преступления против статей федерального законодательства, приведенные на обороте, также заставляют меня ожидать возможного судебного преследования. Двенадцатый довод. СМИ с принудительными сборами также способствовали тому, что вся ковид-борьба за здоровье беспрепятственно требовала жертвы. После того, как в 20 веке масонское семейство Рокефеллеров переформатировало всю индустрию здравоохранения и совратило мир с естественных методов лечения на химические лекарства, они основали организацию предшественницу ВОЗ. И ВОЗ, которая также является масонской организацией, затем, как всегда, прикрываясь принудительно финансированным СМИ, каждые несколько лет спровоцировали новую вирусную панику. Птичий грипп, свиной грипп, эбола, птичья пневмония, зика, корона, все что угодно. Действуют они всегда одинаково. Они склоняют государство к объявлению чрезвычайного проложения, а мировые СМИ раздувают панику и истерию. Это преступление. Запугивание населения это преступление. Ложная тревога это преступление или угроза жизни. Да, значит, ковид это было только для запугивания населения. И потому они уже преступники по законам. Тринадцатый довод. В течение многих месяцев все финансируемые государством СМИ ежедневно, почти каждый час, а иногда каждые полчаса сообщали эти фальшивые цифры заражения коронавирусом. И все это на основании положительных ПЦР-тестов, которые вообще не могли выявить никакого заболевания. Миллионы людей были вынуждены чувствовать себя неуверенно и принуждались к принудительным мерам с помощью этого постоянного потока так называемых случаев заболевания. Но я думаю, это было уже давно, но ни одна электронная таблица Excel не сможет обобщить все эти объявления за три года. Но все мы до сих пор хорошо все это еще помним. Мы здесь не забудем и не простим. 14-й пункт. Кайфон Массенбах, экономист и психолог, подал уголовное заявление против канала SRF. Поводом для этого послужила программа Пульс от 1 марта 2021 года, в которой без научных доказательств утверждалось, что четверть инфицированных ковидом впоследствии будут страдать от долгосрочного ковида. Это неоправданно встревожило население. однако даже после того, как научные эксперты объяснили, что долгосрочный ковид, как новая болезнь, не существует, а является лишь новым термином для известных симптомов, принудительно финансируемые СМИ не вынесли никаких исправлений. Вместо этого они отреагировали цензурой и отказались вступать в дискуссию. Вот почему я им больше не плачу. 15-й довод. Давайте еще немножко задержимся на ковиде. Эта пандемия была, вероятно, самым глобальным преступлением в области здравоохранения или самой масштабной гибридной атакой на все человечество. Она прикрывалась с флангов нашими платными СМИ. Они распространяют лживую пропаганду, которая ставит под угрозу общественную жизнь. Вот несколько примеров. Несмотря на все научные доказательства, представленные профессором Багдии и его высокопоставленными свидетелями, СРФ совместно со всеми ведущими СМИ продолжала пропагандировать обратное. Независимые эксперты объяснили, как вакцинация МРНК может привести к генетическим изменениям. Ведущие СМИ напротив провозглашали генная модификация посредством МРНК вакцинации невозможна. Интересно. Они же должны знать это лучше. Они должны знать это лучше врачей, которые годами были в университете. Но такая ложь ставит под угрозу жизни людей. Шестнадцатый довод. Независимые эксперты представили научные доказательства того, что примеси ДНК и МРНК из вакцин от короны при каждом делении клетки попадают в ее ядро. Что делает СРФ и КО? Продолжали пропагандировать генетическая модификация невозможна. Конец цитаты. Я больше не поддерживаю такую халатность. Семнадцатый довод. Независимые эксперты представили научные доказательства того, что вакцины против коронавируса могут вызывать бесплодие. Согласно опубликованным данным, через девять месяцев после начала вакцинации в Западной Европе и в других странах наблюдалось двухзначное падение рождаемости. И даже компания Pfizer описала в обнародованных файлах, что во время серии испытаний с участвуем 40 тысяч человек произошло бесчисленное количество викидышей. Файлы Pfizer предоставляют собой переписку между FDA и Pfizer. Документы показывают, что от вакцины COVID-19 пострадает и мужская фертильность. Это означает, что производители еще до начала вакцинации знали, что липидные наночастицы, содержащиеся в действующем веществе МРНК, могут попадать в кровь и, соответственно, в семя почки, удушив качества и количества спермы. Но что делает СРФ и Ко? Они продолжают упорно утверждать цитата «вакцины от короны не делают вас бесплодными». Вот это заголовок. 18-й довод. Независимые эксперты представили научные доказательства того, что проверка безопасности была преступно нарушена, поскольку вакцины были разрешены слишком быстро. Это произошло потому, что научные данные о риске и пользе не были готовы к началу вакцинации. И хотя в 2021 году эти вакцины уже использовались, некоторые исследования продолжались до 2024 года. До сих пор. Что делает СРФ и Ко? Продолжают уверять общественность, что разрешение было выдано с должной тщательностью. это габридная война. Здесь убиваются целые народы. 19-й довод. 7 июля 2021 года СРФ и соавторы распространили информацию, цитата, «Прививка от коронавируса точно не делает вас бесплодными». Они же должны это знать. Два дня спустя даже вакцинация полезна для рождаемости. Конец цитаты. Вы понимаете, о чем мы здесь говорим? Они совершили это преступление против здоровья населения, хотя сам Федеральный Институт признал, что после вакцинации от коронавируса наблюдается снижение рождаемости. Никто не имеет права против воли кого-либо делать бесплодным других людей, не говоря уже о стерилизации целых популяций. Это ничто иное, как геноцид до рождения. Если бы я стерилизовал одного человека, только одного, если бы я перерезал трубы, я гарантирую вам, все СМИ в хор забили бы свои средства заголовками, хотя они уже и так наполнены заголовками о нас. Речь идет о наказании наших детей и так далее. Если бы я одному причинил такую боль, это по существу одно и то же. Это получается не что иное, как геноцид до рождения. Двадцатый довод. СРФ снова отказывается сообщать о разоблачении файлов ИРК, скандал вокруг протоколов института Роберта Коха, разоблаченных каналом Мультипуляр, уже успел прогреметь повсюду, но главный редактор, главный редактор СРФ Ньюс Тристан Бренн просто не захотел ничего об этом знать. Несмотря на взрывной характер доклада, это была именно та публичная услуга, без которой нет законного права на какие-либо сборы. Вместо этого они, сборщики банкнот, осудили бесчисленное множество независимых экспертов высочайшего уровня по всем упомянутым пунктам, включая профессоров, которые за десятилетия подготовили в наших университетах бесчисленное множество молекулярных биологов, эпидемиологов, вирусологов и всевозможных других ологов и медицинских специалистов. Вы понимаете, какое это высокомерие. Они делают абсолютно обратное своего призвания. Еще 21-й довод. Краски сгущаются еще более. Платные вещатели СРФ и ИКО регулярно делают то, что запрещено не только всеми законами о СМИ. В прайм-тайм они регулярно дискриминируют тех, кто, оглядываясь назад, был единственным, кто говорил правду. Но до сих пор безнаказанные заголовки гласят. Заголовки, как эти. Мы воспоминаем. Тысячи антиваксеров вышли на демонстрацию в Берлине. Это пестрая смесь отрицателей пандемии, антиваксеров и теоретиков заговора, возглавляемая инициатива Кверденкен, поперечное мышление. Еще один заголовок. Как и на аналогичных протестах последних недель, национал-социалисты, самопровозглашенные граждане Рейха и правые радикалы смешались с толпой. Это было важно. Не содержание. Еще один заголовок. Девиз демонстрации «День свободы». Неприятно напоминает пропагандистский фильм нацистской иконы Лени Рифеншталь. И СМИ даже не постеснялись назвать эти праведные предупреждения ковидьотами. 22-й довод. Кроме того, принудительные финансируемые СРФ и КО не стеснялись порочить известных врачей. Они также без разбора клеймили их как врачей-заговорщиков и участников коронного заговора. 23-й довод. В детской программе SRF School SRF также программировал и индоктринировал детей курсом под названием «Теории заговора», не обращая внимания на параграфы, показанные на заднем плане. Они говорили детям, люди, которые публично распространяют заговоры, такие как 9-11 или химтрейлы, также называются сторонниками теории заговора. Учили они малышей. И в этом разрушительном духе они проникли в беззащитных малышей еще несколькими спорными образовательными темами. Там высмеивалось практически все. Неужели это и есть та государственная услуга, за которую я еще должен платить? Я говорю нет. 24-й довод. Если мы уже затронули тему 11 сентября и химтрейлов, даже после того, как основные СМИ были вынуждены признать, что химтрейлы действительно распылялись в течение десятилетий под названием геоинженерия, они не отступили, а снова еще долили масла в огонь, просто придерживаясь того факта, что геоинженерия это только хорошо для окружающей среды. Вы видите это? 25-й довод. Что касается 11 сентября, СРФ и КО уже 20 лет отказываются сообщать, что одновременно с двумя башнями Всемирного торгового центра 186-метровое здание ВТЦ-7 также превратилось в пыль за несколько секунд свободного падения. И это при том, что в него не влетал самолет. По сей день все смироспространяющие информации под этим небом отказываются признать, что несколько тысяч литров керосина не могли за несколько секунд превратить 120 тысяч тонн чистого бетона и стали в пыль и пепел. Это гибридная война, дорогие. И потом родился Patriot Act. Тогда гибридная война охватила весь мир, новые законы по терроризму, где можно было уничтожать целые страны, пользуясь этим законодательством. Вы видите, однако уже одна эта физическая невозможность доказывает, что мы имеем дело с тайной войной, которая в первую очередь стала возможной благодаря принудительно финансируемым СМИ. Она прикрывается ими для защиты в случае непредвиденных казусов. И казусов было достаточно. Да, если ВТЦ-7 это не казус, то я не знаю, что является казусом. 26-й довод. Вместо этого платная СРФ клевещет не только на историка Даниэля Ганзера, но и на всех независимых исследователей, которые приводят все веские аргументы, доказывающие, что башни Близнецы и ВТЦ-7 были превращены в пыль и в пепел всего за несколько секунд в результате взрыва с направленной энергией. Ганзер даже подвергся жестокой дискриминанции в присутствии Винсента Огустена из УБИАй, президента независимого органа по рассмотрению жалоб на радио и телевидение. А Даниэля сидел рядом и что он делал? Просто молчал. 27-й довод. В 22-м году одна ложь СРФ сменяла другую. Заголовок 93% смертей от коронавируса по их утверждению были невакцинированы. После того, как эту ложь удалось опровергнуть, поскольку не нашлось и 43% смертей среди невакцинированных, СРФ самодовольно прокомментировал не так уж и плохо. Они хотя бы были честными. И снова ложь. Потому что сначала их нужно было уличить в этой лжи с большими затратами. За нас надо было вытянуть. И такая ложь, и такая ложь, и такая тривиальность стоила многим людям жизнью. Однако столь необходимые наказания для всех виновных так и не наступили. Напротив, давление на вакцинацию продолжается, постоянно нагнетается страх и ужасы. Пропаганда вакцинации и целенаправленное протестерекательство против невакцинированных даже набрали обороты. Все это манипулятивная ложь и вред для общества в пользу Бигфармы. И мне еще платить за это? Я говорю нет. Я говорю нет, я этого делать не буду. 28-й довод. Но и сейчас у наших принудительно финансируемых СМИ есть масса возможностей доказать свою честность. Это связано с тем, что Американское управление здравоохранения CDC совсем недавно было вынуждено опубликовать свои ранее засекреченные отчеты о побочных явлениях от вакцины COVID-19 по решению суда. Это нечто совсем новое. Это хорошо, это прекрасно. Из этих документов следует, что вскоре после появления на рынке экспериментальной вакцины COVID-19 агентство получило 780 тысяч сообщений о травмах. Все это вызвано вакцинами. Все это было засекречено. Послушайте, например, какие травмы паралич лица, воспаление сердца, выкидыши, потеря сознания, судороги, глухота, тысячи сообщений только о звоне в ушах, а иногда и тик в области мозга. Из-за таких вещей люди из-за этих шумов в голове и в ушах люди не могли освободиться от этого шума. Это то, что Багди говорил, потому что эти клетки проникают в структуру мозга. И все эти люди, представьте себе, люди оглохли, а шум не пропал. святой гнев поднимаются здесь, вы знаете, суицидальные мысли, потеря аппетита, турбурак и много-много другое. Нет, я в этом участвовать не буду, я за это платить не буду. 29-й довод. Если мы уже заговорили о лжи, тривиализации и массовых убийствах, мы ни слова еще не сказали о бесчисленной лжи в СМИ, которая привела к воинам и сотням тысяч жертв. Все войны, показанные на заднем плане, стали возможны только потому, что наши платные СМИ распространяли военную ложь. Да, и в этом списке еще не упомянуто, что они сами еще подтвердили. Представьте себе, Ибо, знаете, убил бы человека, и потом сказал бы, извините, это был я. И после этого остаются в своей функции. СМИ всегда все утаивали, всегда, против всяческого просвещения. После окончания каждых войн нападавшие были вынуждены признать, что причина нападения была основана на сфабрикованных и ложных историях. Это только маленький вырезок из этого списка. 30-й дуод. Пять показательных примеров постоянно умышленно фальсифицированных изображений в наших платных СМИ также дают больше оснований для того, чтобы перестать платить взносы. Это касается и всех фальсифицированных изображений, использовавшихся для манипулированной ситуации во время пандемии коронавируса. С одной стороны, в платных СМИ показывали массы гробов, с другой стороны, переполнены больницы. То и другое было гигантским обманом, как мы показали в различных программах. Количество мест в больницах было явно сокращено исключительно ради получения максимальной финансовой прибыли, а цифры смертности были искусственно завишены. Сколько мы об этом публиковали? СМИ молчат. Многие изображения были представлены вне контекста, чтобы посеять панику среди населения. Например, якобы массовое захоронение на острове в Нью-Йорке. Да, это написано в актах. Это написано в актах. Мы публиковали это в актах этих политиков. Написано, что они только делают то, что стоит в законе. Конвой с жертвами короны в Бергамо в Италии, захоронение на острове в Нью-Йорке и так далее. Это гибридная война. Снова и снова налицо, мои дорогие. 31-й довод. По ссылке внизу вы можете увидеть еще 7 примеров СРФ о Сирии. СРФ всегда основывал свои отчеты на данных так называемой Сирийской обсерватории по правам человека. Независимая журналистка Эйфа Бартлет рассказала, что Сирийская обсерватория по правам человека базируется в Великобритании и состоит из одного человека. По выставленным ссылкам вы можете ознакомиться и с другими примерами жалких репортажей СРФ. Не забудьте, я делаю все на примере СРФ, на примере Швейцарии, и для ваших СМИ вы можете найти аналоги еще более того, что я говорю. Мы разработали здесь целые списки с фактами. В случае, если вы хотите идти тем же путем, как я, у вас найдется масса фактов. чтобы никто не подумал, что это прекрасный пример, но для Швейцарии это репортажи, которые не стоят ни сента. СРФ в Сирии также громко жаловался на последних 35 врачей в Восточном Алеппо. Да, это все заголовки. Или последняя разрушенная педиатрическая клиника. Другие СМИ сетуют на последнего врача в Алеппо, последнего активиста, последнего педиатра и так далее. Независимые очевидцы на местах в то же время говорили с Медицинской ассоциацией в Алеппо. В нее входили 4160 действующих и зарегистрированных врачей. 800 из них были специалистами. Это война. Это противоречие. Да, это террористическая организация, которая здесь работает. 32-й довод. В то время СРФ неоднократно публиковала демонстрационные снимки против осада, утверждая, что режим осада стал очень непопулярным среди населения из-за своей жестокости. Однако монахиня, живущая в Алеппо, свидетельствовала, ей мы доверяем чуть побольше, она живет пред Богом. Как-никак. Эта монахиня свидетельствует, что эти фотографии были сделаны сторонниками осада, которые тысячами выходили на улицы, чтобы поддержать своего президента Башара Асада. Именно эти фотографии были взяты и извращены. Да, лжи больше не может быть. Вы можете сами убедиться в противоречивости этих фактов по приведенным ссылкам. 33-й довод. То же самое касается войны между Украиной и Россией, между Израилем и Палестиной, а также и нападения на Северный поток и так далее. Потому я не буду платить. 34-й довод. На Украине мы поймали проплаченные СМИ на подделки военных репортажей с купленными статистами. Купленные и ложные статисты в Афганистане, Ираке, Ливии и других странах арабской весны мы разоблачили ложь, которая сделала все эти войны возможными. Постоянная готовность к войне против всех этих клеветников могла быть построена только на умышленном обмане народа. Если что-то происходит незаконное, сразу поднимается крик и все уверены, этого же не должно быть. Самое страшное оружие в этом мире это гибридная война. И теперь вы понимаете, почему мы можем бороться против этого только нашим ртом. мечом уст, чтобы правда, божественная правда выходила из нашего рта. Если этой гибридной войной может разрушиться весь мир, он может быть и спасен только посредством нашего рта. Во время коронного кризиса швейцарские военные рассказали о том, что их уговаривали лечь на пустые больничные койки в пустых центрах приема экстренной помощи, потому что туда не поступило ни одного больного с коронным заболеванием. Их просто уговорили. Во многих больницах персонал во время кризиса был практически безработным. Почему? 35-й довод наконец, но не в последнюю очередь, мы должны рассмотреть утверждение СРФ о том, что СО2 приводит к повышению температуры и наносит вред растениям и климату. По мнению действительно независимых исследователей и экспертов в области климата, почти во всех отношениях утверждения наших платных СМИ прямо противоположны. например, климатолог профессор Вернер Кирштайн доказал, что повышение уровня СО2 фиксируется только через несколько лет после повышения температуры. Вы видите противоположность? Также известно, что СО2 это невидимый и не имеющий запаха нетоксичный следовой газ в атмосфере, но не черный сажистый дым, как неоднократно изображают СМИ. 36-й довод? Овощеводы уже несколько десятилетий успешно вдувают в свои теплицы огромное количество СО2, чтобы растения могли нормально расти. Зачем? Чтобы растения росли быстрее. Однако такие и подобные несогласные голоса категорически отрицаются всеми платными СМИ на протяжении десятилетий. В чем мы тысячу раз убеждались на собственном опыте. Вместо этого СРФ даже фальсифицирует статистику по беженцам, чтобы манипулировать зрителями. 37-й довод. И вот СРФ снова пропагандирует, что нынешнее изменение климата привело к таянию полярных льдов и что поездка на автомобиле на расстоянии двух тысяч километров растопит один квадратный метр полярного льда. Ну что же это такое? Лозунгами типа «Ледяной покров в Арктике тоньше и меньше, чем когда-либо прежде». Они снова пугают людей. Но на самом деле спутниковые снимки 2015 показали увеличение площади арктических льдов на 1,02 миллиона квадратных километров. Это на 30% больше, чем в 2012 году. Ледяной покров не только стал больше и толще, но и плотнее. И все это, как и все, что уже было сказано, очередная ложь гибридной войны. Ее единственная цель — получить тотальную власть над всеми странами и заставить их предпринимать все возможные действия. Если виноваты дети и коровы, если мы все задохнемся, если люди это будут верить, тогда ты можешь с ними делать, что ты хочешь. Ты можешь писать законы и вводить их в силу на любом уровне. Ты можешь заставить перестроить дома, ты можешь делать миллионы других вещей, ты можешь царить, ты можешь господствовать. Это гибридная война. И кто достиг этого господства, может просто нажать кнопку и сделать людей зависимыми от КАИ. Без калькулятора практически уже и считать-то никто в уме не может. Нас сделали глупцами. И если вживят это в мозг, то нажатием кнопки можно манипулировать целыми народами. И если ты не идешь по шнурку, если тебе покажут четыре пальца и ты не скажешь пять, тогда они будут делать с тобой что хочешь. Это тактика и стратегия гибридной войны. Это ложь гибридной войны. Да, речь идет о тотальной власти над всеми странами, чтобы заставлять людей действовать и покупать в условиях постоянной паники. Меркель попала в самую точку. Новая климатическая религия это также новая торговля индульгенциями наших политических марионеток Ротшильдов. Вот почему они не увидят от меня ни одного сента. 38 довод. Швейцарское телевидение также прибегает к абсурдным искажениям, чтобы разжечь гибридную войну климатической политики. Например, оно превозносит электромобили как безэмиссионные. Однако выхлопная труба и электромобили расположены не на самом автомобиле, а где-нибудь в Китае, например, или там, где производятся эти автомобили, невыразимы высокими выбросами. И этот фактический обман затем превозносится как безэмиссионность. 39-й довод. Новые швейцарские законы хотят заставить нас платить обязательные сборы за такое сокрытие и искажение информации, за такие постоянно угрожающие жизнедействия, даже если у нас нет ни связи, ни приемного оборудования. В немецкоязычных странах лицензионный сбор завещания ГЭЦ должен вырасти, но за что мы, собственно, платим? В течение следующих четырех лет немцы должны заплатить 10 миллиардов это расходы на персонал, еще 5,3 миллиарда евро за технику это на следующие четыре года. 5,3 миллиарда евро за технику и еще 600 миллионов евро в год за аренду. И я тебе скажу, каналом Кла-ТВ с 2012 года мы доказываем, что высокооцененную общественную услугу можно легко предоставлять на условиях неполного рабочего дня и еще и за свой счет. Понимаете? Помимо всего вредного для народов контента наши СМИ с обязательными сборами еще и крайне варварски расхищают наше национальное имущество. Я больше ни дня не буду поддерживать такое ростовщичество. Последний довод, почему я не буду платить эти взносы хочу еще и затронуть тему мобильной связи. СРФ, естественно, снова выступает на стороне давно опровергнутой лжи о предельных уровнях. Проплаченные СМИ скрывают тысячи высокоопасных исследований по этой смертельной проблеме. Да, и мы говорим только о проблематике что касается здоровья. Да, что эта техника является военной техникой мы еще не говорили. Наряду с Вейлан, умными счетчиками и так далее мобильная телефонная сеть является одним из самых стратегических важных и боевых устройств в современной тайной войне. С помощью этих технологий не только варили глаза врагов как яйца во время Второй мировой войны, но и превращают бетонные дома в прозрачной емкости, утверждает изобретатель 5G. С помощью этой техники можно довести безналичную тотальную слежку до совершенства. Только с помощью этой технологии, иначе это невозможно. Это все одна стратегия и ни одна технология не подходит лучше для того, чтобы делать людей больными. Это говорю не я, это говорит Марк Стилл, изобретатель технологии 5G, потому что он понял и увидел, к чему это все приведет. Изучите, пожалуйста, ложь о предельных уровнях излучения, которые постоянно распространяют наши платные СМИ, и вы увидите, в какой серьезной опасности мы все находимся. на каждой вышке мобильной связи, эти антенны, которые ты видишь там вверху, это военная техника, это оружие, направленное на тебя, которое обстреливает людей день и ночь. это миллионы уже мертвых с опухолями в мозге и так далее. А об этом есть масса информации и тысячи докладов. Мы находимся действительно в серьезной опасности. Мы даем обстреливать себя день и ночь. Мы даем себя обманывать. Мы впадаем в эту зависимость с мобильными телефонами. Как наркозависимые мы ходим с этими смартфонами. Эти системы делают нас зависимыми по новостям, чтобы услышать последнюю новость. И технология постоянно выходит на следующий уровень и следующая модель, и следующая модель, чтобы мы не заметили, что все это оружие это мировая война. Ради экономии времени я не могу вдаваться в детали. Об этом мы сделали массу передач. Ури Вайнер сделал доклад о сомнительном происхождении предельных уровней излучения. он сделал презентацию «5G комфорт или катастрофа». Я уже рассказал о своем личном преследовании со стороны СМИ и принудительным сборами в предыдущих лекциях или в моей трехтомной книге «Господь недавно в моей 19-й речи на АЦК враг государства номер один спрут в государственном одеянии я тоже задокументировал это. Там я повторяю эти более чем 700 нападок также ради экономии времени. Эти вещи, эти документы тоже будут прикреплены к моему судебному иску. все эти статьи у нас есть в собрании документов. Это мы все собрали воедино. И я уже сейчас радуюсь этому судебному процессу. Если они вычеркнут из нас, из их списка, это будет для них нехорошо. Мы молчать не собираемся. Если будет судебный процесс, мы будем документировать от случая к случаю все. Мы будем документировать, как юридические органы будут относиться к этим 40 обоснованиям. Как я уже сказал, это речь, мое заявление в суд. И мои личные враги, я не знаю, как они будут реагировать. меня вытеснили из всех кинотеатров, из всех книжных магазинов. Я не знаю, заставит ли меня юстиция финансировать еще и их. эти материалы будут наследием для вас, для всех моих друзей, для ваших друзей, для всех, которые подвергаются нападкам и преследованиям со стороны тех же гибридных поджигателях войны. не знаю, надо сказать, что вся эта гибридная война ведется в соответствии с принципами и списками старого военного стратега Сунь Ци. Он дал своим вассалам следующие приказы. Да, это принципы, которым уже сотни лет. Я цитирую Сунь Ци. Уничтожайте все хорошее в стране противника. Вовлекайте представителей правящих классов в преступную деятельность. Подрывайте их позиции и репутацию. Подвергайте их публичному позору со стороны сограждан. Используйте труд самых низких и отвратительных людей. Всеми способами нарушайте работу правительства. Распространяйте раздор и распри среди граждан вражеской страны. Настраивайте молодых против старых. Уничтожайте снаряжение, снабжение и организацию вражеских войск всеми способами. Разрушайте старые традиции и богов. Это нигилизм? Будьте щедры на предложения и на подарки, но также и на информацию, чтобы купить сообщников. Конец цитаты. И я говорю, как всегда, я Ивузасек, который стоит пред Богом уже 47 лет. цитаты, который за 47 год во Бог стоит. АПЛОДИСМЕНТЫ